В этом видео я пройду курс по макияжу, поделюсь своими впечатлениями, а также покажу три вида макияжей. Так что готовьте свои подгузники и мы начинаем! Иногда мне кажется, что мне нужно сделать туториал, как монтировать ролики. Этот туториал будет называться, как из 20-минутного видео сделать 6-минутное. Да, каждое мое видео начинается именно так. Всем спокойной ночи, с вами снова я, Алина Стайл. Что-то я пропустила момент, когда спокойная ночь стала моим фирменным приветствием. Добро пожаловать в ролик, в котором нет ни одной рекламы. Надеюсь, вам понравится. Я, в принципе, не знаю, что еще говорить, поэтому давайте начнем. В общем, помимо блогинга, у меня есть еще одно хобби. Это макияж. Впервые я начала краситься 2 года назад. А год назад начала красить других людей. Не могу назвать себя, конечно, полноценным визажистом, но частично я была визажистом. А потом что-то меня переклинило, и я пристала красить других. У меня появился какой-то страх. Я думала, блин, я, если начну принимать клиентов, я 100% начну косячить. И мне пришла в голову идея, почему бы мне не записаться на курсы по макияжу. И я записалась к визажисту из другого города. Он находится не так уж далеко от моей жизни. Сам курс состоит из трех занятий. В первый день мы делали дневной макияж, во второй день вечерний макияж, но и в третий день мне нужно было выбрать, какой макияж я хочу. Спасибо этому замечательному, прошу, что очень вовремя вылез на моем лице. Первый день, как я уже упомянула ранее, мы делали дневной макияж в технике Нью. Я считаю, что вообще, в принципе, всю основную информацию я узнала в первый день. Меня учили красиво и технически правильно наносить макияж. И несмотря на то, что я сама учка, и ни разу не смотрела никакие туториалы, училась абсолютно сама, я думала, что на опыте я знаю макияж абсолютно все. Но оказалось, что это совершенно не так. Например, на курсах меня научили тому, что первый слой макияж делается жидкими продуктами, а второй сухими. Жидкие продукты лучше наносятся спонжиком. Мне больше идут тонкие стрелки, которые я до этого так сильно не любила, и многое другое. Конечно, у меня получилось много материала на видео, поэтому я большинство обрезала. Иногда мне кажется, что мне нужно сделать туториал, как монтировать ролики. Этот туториал будет называться, как из 20-минутного видео сделать 6-минутное. Кстати, в первый день меня полностью красил визажист. Я делала только ресницы и стрелки. А вот уже второй день первую половину лица делал визажист, а вторую половину лица я. Это углубление. Я просто люблю прям, чтобы нос худой-худой оказался. Это арки губ. Румяна ставим от яблочек. И на орбитальную кость не отрываясь. Вот, молодец. Посмешиваем этот творц, кашемирская козочка, синтетика. Начинаем пудру всегда наносить с периферии лица. Зеленые шарики, которые приглушают красноту козочка. И возьмем вот такой холодный скульптор от фирмы Influence, 06-й номер. Набираем и дублируем все те же части лица, с которыми мы работали, с кремовыми текстурами. Смотри, как я легко работаю с кистью. Я не держу никогда кисточки вот так вот. И ни в коем случае вот так. Не надо. Мы мягкими движениями. Это румяна, да? Не надо вот так возюгать. Вот как художник кистью. На орбитальную кость прочесываем нашу бровь. Сделали тело брови и хвостик. И растушевываем. Белочка очень мягко прокладывает тень. Блогеры сейчас в Инстаграме, визажисты это рекламируют. И опять наша кисточка в бровку, как будто в никуда. Мы прорисовали от последней реснички тоненькую линию. Во второй день мы делали вечерний макияж. Вот он мне, конечно, дался тяжело, потому что этапов в нем очень много. И запомнить каждую деталь очень тяжело. Но, слава богу, я записывала все на видео. И к тому же, после каждого урока мне повторно скидывали подробную инструкцию, в которой описывались все этапы макияжа. Сделали листочку из белочки. Начинаем работать строго в складке. Вот есть собственный линейный ритм. Линия подбородка. У меня губы. Линия ноздри. Линия ресничного края. Линия брови. Ну и на этот раз я решила не вырезать все, оставить хоть какую-то информацию. Поэтому на этом этапе вы, возможно, найдете для себя что-то новое. Ту часть, которая максимально близко к ресничкам. Все, что у нас уходит на орбитальную кость. Остатки на нашей кисточке. Кремовую подбородку ультра-черную от Influence. Такое вот пятнышко на руке. Поводим, максимально сужаясь во внутреннюю часть. Немножко подтянуть линию. Открываем глазки. Отступаем 1-2 миллиметра от активной точки. Чтобы у нас толстым кончиком не было, мы отступаем 1-2 миллиметра. Теперь у черный цвет начинают ушивать стрелку не с кончика, ни в коем случае. Смотрим прямо. Провалились как будто вот сюда. Начинаем отсюда по диагонали. Продолжение следует... Сам курс состоит из трех занятий. В первый день мы делали дневной макияж. Во второй день вечерний макияж. Ну и в третий день мне нужно было выбрать, какой макияж я хочу. Изначально я хотела сделать голливудский макияж. Но ко мне записалась девочка на макияж. И она хотела сделать смоки. Поэтому я попросила визажиста, чтобы меня научили делать смоки. И он не делал Halo Betsy. Как мы... Продолжение следует... Факет. После того, как я обучилась делать смоки, ко мне должна была прийти девочка на макияж И знаете что? Я купила для нее кучу новой косметики Во всей квартире прибылась, чтобы клиенту было приятно находиться в помещении Жду я клиентку полчаса, час, полтора И тут на меня пишет Вот и весь флот, который у меня получился Я постаралась добавлять по минимуму информации, чтобы, во-первых, не палить весь курс А во-вторых, потому что информации было действительно очень много И если бы я вставила всю информацию в свой ролик, было бы, наверное, кому-то скучно смотреть Ну и на этом наш ролик окончен Я очень рада, что именно ты досмотрела или досмотрела это видео до самого конца Всем спасибо и доброе утро!